Всем привет, с вами Либерли. Это видео будет адресовано всем антифнаферам. Здесь я вам докажу, что во ФНАФ есть сюжет. Также я не оставлю без внимания вашу любимую фабулу. Но для начала хочу высказаться вам. Сколько бы антифнаферов я не встречала, все они считают нас, фнаферов, неадекватными. Но личный опыт не доказал обратное. Какой бы фнафер не написал нормальное, не оскорбляющее все живое сообщение, на него антифнаферы всегда отвечают грубо. И вот после такого вы хотите, чтобы мы были адекватными? Ну ладно, перейдем к теме этого видео. Один человек спросил меня. Слушай, я играла во ФНАФ, и где же вы там сюжет-то отыскали? Фабула да, но сюжета я не нашел. Тогда я ответила. Для того, чтобы найти или же увидеть сюжет, для этого нужны мозги. Ну, а также и знать даты в каждой части. Но этот человек продолжил. Я играла в одну часть и понял, что кого-то убили. Но сюжета нету, нету раскрытия персонажа. Я рассмотрела эту часть, и там кроме пугалок и увольнения ничего не происходит. Мой ответ последовал сразу же. Я говорю ему. Так зачем вы рассматриваете части по отдельности? Не зря же их много. Если их несколько, то и нужно их совместить в правильном порядке. Это как пазл. Одна часть ничего не дает, это просто бумажка. А совмести все правильно, и ты получишь картинку. То же самое и с сюжетом о ФНАФ. На этом человек потребовал рассказать ему, как найти сюжет. И я расскажу ему и вам. Для начала почитаем, что такое сюжет и фабула. В предельно общем виде сюжет – это своего рода базовая схема произведения, включающая последовательность происходящих в произведении действий, и совокупность существующих в нем отношений персонажей. Обычно сюжет включает в себя следующие элементы – экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и постпозицию. А также в некоторых произведениях порог и эпилок. Основной предпосылкой развёртывания сюжета является время. Понятие сюжета тесно связано с понятием фабулы-поизведения. В современной русской литературной критике термином сюжет обычно называют сам ход событий в произведении. А под фабулой понимает основной художественный конфликт, который по ходу этих событий развивается. Фабула же является и дом произведения. А теперь что мы делаем? Берем даты частей, совмещаем в правильном порядке и вот вам полный сюжет. Для тех, кто еще не вырубился, сейчас я буду рассказывать все, что происходит открыто. То, что не нужно разгадывать, а просто мы играем и, в общем, получаем. В экспозиции следует остановка действующих лиц, складываются обстоятельства, показывающие причины, которые запускают сюжетный конфликт. Это у нас убийство Чарли и последующая смерть Элизабет. Завязка. Это событие, которое является началом действия. Она или обнаруживает уже имеющиеся противоречия, или сама создает, завязывает конфликты. Это у нас первая ночь в Систу Локэйшн. Уильям отправляет Майкла работать в ночную смену. Развитие действия. Но здесь длинно. Похождение Майкла Афтона сначала в Систинской локации, убивает случайно брата, умирает сам, встает фиолетовым парнем, идет освобождать души детей, что убил его отец, в пиццерии из второй части, потом из первой и приходит Фазберг Фрайт к своему отцу, которым является Спрингтрап. Кульминация – наиболее напряженный момент развития действия, решающий, переломный момент во взаимоотношениях, столкновения литературных героев или между героем и обстоятельствами. В кульминации раскрывается острота конфликта, описанного в сюжете произведения. Это у нас встреча со Спрингтрапом, отчего Майкл сжигает аттракцион, освобождая несколько душ. А также он встречает Генри. Развязка. Окончание действия или завершение конфликта между персонажами в эпическом или драматическом произведении. Это объединение Майкла и Генри, их отлов аниматроников. Сожжение и освобождение оставшихся душ, а также смелость Майкла, наказание Уильяма в аду. А теперь поговорим о фабуле, которую так любят наши антифнаферы. Да, мини-игры, документы, звонки на телефоне считаются фабулой. Они рассказывают нам, что произошло до начала сюжета, что происходит за кадром во время сюжета и что произошло после окончания сюжета. Если вы не в курсе, то Голден Фредди так и не освободился. Вот и окончание фабулы. Если после моего видео вы все еще считаете, что во Фнафе нет сюжета, то простите, у вас, как говорил мой знакомый, отражение головного мозга. Надеюсь, нам я поняли. По-вашему, то огромное большинство, что видят в этой истории сюжет тупее того меньшинства, что даже части объединить не могут. Поэтому задумайтесь и пересмотрите мое видео настолько много раз, пока до вас не дойдет, что во Фнафе есть сюжет. Ну а к концу посмотрите реальную концовку всей этой фаншизы. Я не хочу, чтобы все эти маленькие сны в один момент. Просто для нас. Добавляйте. Добавляйте. Сейчас мы можем сделать то, что мы создали, чтобы сделать. И быть полностью. Я сделаю вас рад, папа. Слушайте. Слушайте. И будься. Слушайте, поехал. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...